Приветствую, с вами Павел Колесов, я говорю с вами из Вьетнама, и в этом видео я хочу поделиться с вами, дорогие женщины, двумя фишками, что и как вам нужно делать, чтобы ваш мужчина начал зарабатывать больше денег. Итак, фишка номер один, особенность номер один, секрет номер один. У вас, как у женщины, есть огромная власть над вашим мужчиной. Такая власть, которой мужчине вообще никогда не снилось. Чтобы проверить, насколько это велика власть, сила того, что вы думаете про своего мужчину, она определяет, какой мужчина рядом с вами будет. Поэтому у меня для вас простое задание. В течение одного дня вы ходите и думаете про своего мужчину, какой он неудачник, какой он лузер, какой он чмо, как он мало денег зарабатывает, как он вообще не помогает вам по хозяйству, что он вообще раздолбает, ну почему он вам такой достался, что он вообще ленивый тупица, что он вам алкоголик, постоянно напивается, постоянно обжирается, спортом не занимается. В общем, вот ходите, только думайте, говорить слух ничего не надо. Думайте о том, какой ваш мужчина неудачник, какой он плохой, какой он негодяй, как он плохо все действует. И посмотрите на результаты. На второй день берете, все это из головы стираете, и на второй день вы ходите и думаете про своего мужчину, какой он замечательный, какой он чудесный, какой он заботливый, как он много в вас вкладывается, как он вас любит, как он вас ценит, как он много делает для вас по хозяйству, как он упорно работает на тем, чтобы повысить благосостояние вашей семьи, какой он потрясающий любовник, какой с ним вкусный секс, какой он заботливый. В общем, вы думаете про то, какое вам досталось в руки чудо, какой это мужчина на самом деле замечательный, чудесный, волшебный. И ваша задача, вот в первый день ходите, думайте негатив про своего мужчину и посмотрите, к чему это приведет. И второй день ходите, думайте негатив про своего мужчину и посмотрите, к чему это приведет. Обычно результаты будут заметны уже прямо к концу дня, вам даже делать ничего не надо. Если вы хотите усилить это, ходите и думаете 3 дня негатив про то, какой ваш мужчина плохой, и 7 дней, чтобы компенсировать неделю, какой он у вас замечательный. И вы обратите внимание, что ваши, дорогие женщины, ваши мысли напрямую влияют на мужское поведение. Как это происходит? Я не знаю, я просто мужчина. Но я просто столкнулся с этим фактом, что то, что женщина думает про своего мужчину, через некоторое время мужчина таким становится. Вот такая вот женская магия. Это фишка номер 1. Фишка номер 2. Очень часто то, каких успехов мужчина добивается в жизни, зависит от того, какая женщина рядом с ним. То есть, зачастую не только от самого мужчины, хотя от мужчины тоже кое-что зависит, но и от женщины. И очень часто, может быть, наблюдали, мужчина был вроде успешный, потом бамс, и он что-то свалился, скатился, спился, забросил спорт, лежит на диване, ничего не делает. Из-за чего такое происходит? Иногда у него самого так что-то повлияло, но иногда эта женщина рядом с ним, она на него воздействует негативно. Каким образом женщины это делают? Когда женщина вгоняет мужчину в детский, в инфантильный возраст. Когда она пытается стать с ним мамочкой, а он становится для нее сыночком. Когда женщина проявляет излишнюю заботу. Когда она пытается мужчину постоянно контролировать. Когда она пытается мужчиной постоянно управлять. Когда она мужчине не доверяет. Когда она относится к нему как к такому маленькому, несмышленному, которому нужно все время пасти. Понятно? Поэтому перестаньте, дорогие дамы, относиться к своему мужчине как к слабаку, как к недоумку, как к какому-то пятилетнему пацану, который не понимает, что он делает. Если вы выходили за него замуж, вы выходили замуж за уже взрослого состоявшегося мужчину. Так к нему и относитесь. Ну, собственно, мы возвращаемся к фишке номер один. Так что это фишка номер два. Перестаньте относиться к своему мужчине как к маленькому. Он взрослый. Поверьте в него. И фишка номер три. Очень часто женщины такие ми-ми-ми, си-си-си-си, пу-пу-пу. У них очень много теплых чувств. И они пытаются называть своего мужчину. Ой, ты мой пупсичек. Ой, ты мой медвежоночек. Ой, ты мой котеночек. Ой, ты мой зайчоночек. Ой, ты мое солнышко. Ой, ты мой малюсенький. Скажите, пожалуйста, что женщина делает, когда она таким образом обращается к мужчине? Женщина, когда это делает, на мужчину кастрирует. Она вгоняет его опять в детский, в инфантильный возраст. Женщина это делает почему? Потому что когда мужчина инфантильный, когда ребенок, им проще управлять. Он другим женщинам не интересен, тогда можно управлять. Правда, тогда секса не бывает, любви особой не бывает. Приходится с ним все время носиться. Так вот, милые дамы, если вы хотите, чтобы рядом с вами был мужик мощный, который с удовольствием вас трахает от секса, с которым вы получаете бесконечные оргазмы, выкидьте нахрен навсегда из своей жизни слова. Ты мой маленький, ты мой слабенький, ты мой пупсичек, ты мой зайчоночек, ты мой солнышко, ты мой кархатулечка. Рядом с вами мужик. Дайте ему почувствовать, что рядом с вами мужик. Как это делается? То, что вы обращаетесь к нему через слова, в которых есть звук «ррр». Ты мой король, ты мой тигр, ты мой герой, ты мой победитель, ты мой чемпион, ты мой лидер, ты мой король. И посмотрите, как изменится отношение мужчины. Когда вы начнете обращаться к мужчине вот так вот, подчеркивая его мужественность, силу стать, То, что он победитель, ты мой герой У мужчин буквально за спиной расправляются крылья И вы увидите, что когда у мужчины за спиной расправляются крылья Вам жить с ним становится проще Он чувствует себя уверенно, он становится сильным И вы наконец-то можете позволить себе, как женщине, быть слабо рядом с ним Чтобы вы могли наконец-то расслабиться И пускай он, как мужик, решает все мужские вопросы, все основные семейные проблемы Вот эти три фишки, они из моего тренинга «Музы для любимого» Как вдохновлять мужчину на подвиги или практикум по получению маммотов и других приятностей Если вы хотите получить готовую технологию, готовую систему Которая позволит поднять вашего мужчину из дивана Чтобы он увеличил свои доходы, чтобы он начал заботиться о вас Чтобы он начал заботиться о семье Чтобы он начал считать вас самой лучшей женщиной Я приглашаю вас на мой тренинг, интернет-тренинг «Музы для любимого» Информация об этом тренинге находится ниже под этим видео Пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас Потому что здесь я вам рассказал три фишки, три особенности А там у нас, если я правильно помню, 5 дней тренинга плюс еще вип-блог Общепродолжительность тренинга около 25 часов В которых я выдаю концентрированные технологии Что и как нужно перестроить у вас в голове Что и как нужно перестроить в ваших отношениях Чтобы мужчина, дорогие женщины, рядом с вами стал сильным, могучим добытчиком А вы рядом с ним могли быть красивой, нежной, очаровательной, чуткой, сексуальной женщиной Потому что вы этого на самом деле хотите, ведь правда? Регистрируйтесь на тренинг «Муза» и до встречи на тренинге С вами из Вьетнама, от замечательного теплого Южно-Китайского моря Павел Кольцев Регистрируйтесь прямо сейчас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!